Привет, мои хорошие! С вами Селена, и сегодня я уже сижу, кстати, в одном из образов, которые мне подбирала Настя. Я сейчас иду на встречу, на очень приятную встречу с очень классной девушкой. Сегодня я хотела рассказать, так как день следующий я уже переспала с этой мыслью, с новыми образами. Я всю ночь просто штудировала магазины, искала пиджак, искала сумку, еще мне нужно взять лодочки, но я уже заказала себе лодочки. Так как я их не часто собираюсь носить, я решила попробовать просто сначала подбирать под образы, может быть, просто в машину бросить. Хорошие нашла лодочки в Фаберлик. Вот придут, посмотрим. Там главное, чтобы размер подошел. Потому что некоторые лодочки, в которых я видел, образы были, это тоже в Фаберлик, очень красивые, просто они немножко летние. У них только носик закрыт и задник закрыт. Еще заказала себе две водолазки, более легкие, чем моя вот белая была, да, и заказала себе молочный цвет, ванильный цвет, еще серая, но она на фото была не серая, поэтому мне интересно было посмотреть. Какая-то она пудровая, розовая, бежевая, непонятная. Вот, естественно, собрались вещи, которые я точно от них избавляюсь. Какие-то Настя мне сказала, что это уже, ну, как бы не актуально, не тренд, да. Какие-то вещи, я просто понимаю, что чуть-чуть другие надо, да, например. Например, вот эти джинсы, да, они классные, все супер, но мне, так как я хочу скрыть свой животик, я, конечно, работаю над этим сейчас, я занимаюсь, да, и животика скоро не будет. Но, тем не менее, мне очень хорошо удлиняют ноги и подчеркивают мою фигуру на высокой талии джинсы, поэтому я собираюсь себе купить, сегодня, кстати, пойду смотреть джинсы классического такого синего цвета, типа, мамфит, что-то такое называется. То есть, они такие не обтягивающие на завышенной талии, и длина у них тоже не должна быть там супер низкая. Ну, эти немножечко еще такие подпорвались, их надо зашить, в общем, я их люблю очень, но я решила все-таки больше их не носить, они, вообще-то, увеличивают мою попу немного, и, в общем, совсем не то. Также я решила избавиться от вот этой куртки, она прекрасно хороша, но, к сожалению, что-то она у меня рвется вот здесь вот под мышками все время, и в прошлом году я ее, вообще, по-моему, один раз одела, вот, в позапрошлом году я ее проносила, мы там придумали даже несколько образов с ней, но я думаю, что мне нужно подлиннее, и, возможно, даже чуть-чуть полегче. Цвет хороший, все-все классно, под нее можно придумать, но я ее собираюсь выкидывать и отдавать. Я, в общем, разобрала, на самом деле, здесь пакетики, что-то я отдаю, что-то я отдам сестре своей, так думаю, да, если ей подойдет, если не подойдет, она найдет, кому отдать, я думаю. А что-то, что, ну, я уже не буду прямо отдавать, потому что где-то стыдно может отдавать, или думаю, что тоже не пойдет никого, или размеры, например, не те, я буду отдавать в H&M, ну, вот, хочу сегодня заехать в H&M, и там три пакетика, три вещи отдаешь в пакетике, они дают тебе скидку на 15%. В H&M я покупаю ребенку нижнее белье, носки, трусики, мне очень там нравится, плюс тоже себе что-то могу посмотреть, те же водолазки какие-то, да, какие-то базовые вещи гардеробные. У меня теперь совершенно другой взгляд на одежду, я даже в магазинах, в интернет-магазинах уже по-другому совершенно смотрела, совершенно не смотрела на то, что мне раньше интересно было, я в шоке. Короче, вот эти белые брюки тоже, они немножко мне маловатые, и они из такого, знаете, плотного материала, мы не стали подбирать образы даже под него, потому что надо сначала нормальные брюки мне купить, которые я буду носить, эти я не хочу носить, отдаю, мне в них не очень комфортно. Вот эту шубку тоже я решила отдать, недавно совсем показывала, да, вот я ее заказывала, смотрится она там на модели хорошо, но мне, Настя, это стилист, мой теперь стилист личный, но мне Настя сказала, что вот эта штучка, она такая бесформенная, да, но она не говорила штучка, она, знаете, как это называется, это я уже не помню, как это называется. В общем, она бесформенная, не будет держать форму, и лучше брать вещи, которые вот, ну, буду держать форму, например, как мое пальто серое, да, шикарное, вот. Я его не носила уже 2 или 3 сезона, да, и сейчас она очень актуальна и смотрится под многие образы, и так мне идет, она еще и теплая, по размеру, классная, почти новая. Вот, пожалуйста, стилиста не хватало. Короче, вот это тоже отдаю. Еще что я подготовила отдавать, это вот такие джинсы, мисс Сиксти, они уже подуставшие немножко, возможно, они подошли бы, да, и они еще у меня с клешем идут, но они подуставшие, вот, и как бы я их решила тоже отдать. Вот это платье я брала, помните, в секунде показывала, Настя увидела, даже молча сказала, не, 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 и тоже я это на переработку. Так, вот это платье она сразу сказала нет, причем некоторые платья ей понравились мои, а вот это она сказала нет, поэтому мы его тоже убираем. Вот это платье, оно вообще новое, я его даже ни разу не одевала и покупала где, по-моему, даже, может, в H&M или в Берске, но оно у меня маленькое, просто новое платье, маленькое. Оно размеры, девочки, я вообще сейчас смотрю на размерник, вот здесь, 32, 32, как я могла такое взять, неужели, а я в него влазила на минуточку, понимаете? И вот такое вот я заказывала тоже где-то, вот, ну, как бы оно мне самой же казалось не актуально, вот эти вот, знаете, дырочки, дырочки в рукавах, видите? Цвет хороший, классный, но вот эти дырочки в рукавах и вот это вот горлышко, в общем, на переработку отдаю. Три вещи, по пакетикам разложу. Так, дальше, непонятно, вот, вот такая вот блузка какая-то у меня, мне она не нравится, как она смотрится мне, я ее тоже на переработку, она еще и маловатая немножко. Вот это тоже я брала в секунде как раз, я это даже не показывала, это просто, она меня бесила, несколько дней я о ней думала, я думаю, надо ее куда-то деть, короче, она мне не нравится. Вот это тоже мне Настя сказала, что не актуально, вот такой свитерок, кофточка, точнее, я думала, что она интересная какая-то, ну, нет. Ну, и в итоге я ее ни разу не одела, я ее брала уже в позапрошлом году. Ну, из одежды вот таких трое джинс вот у меня, смотрите, раз джинсы, два джинсы и три джинсы. Все эти джинсы с одной проблемой, они 34 размера, девочки, 36 размер, еще на меня не факт, что налезет сейчас, а они 34, они даже на ногу мне не налазят. Цвета хорошие, все супер-пупер, но 34 размер просто куда, я не знаю, я не знаю куда, поэтому я их отдаю, плюс еще двое из них не на завышенной талии, а мне нужна завышенная талия. Ну, и обувь, девочки, я убираю всю платформу, сейчас она не модная, дешевит образ, да, но Настя сказала, что может быть это вернется мода, ну, когда неизвестно точно, да, пусть полежат, но я подумала о том, что что они будут лежать, во-первых, они недорогие, ну, вот эти точно, да, недорогие, то есть платформу убираю, да, они классно сидят на ножке, но вот платформа как бы, нет, значит нет. Вот эти, да, здесь вот задники кожаные, не всегда могла подобрать по цвету, ну, понятно, со стилистом могу подобрать по цвету, но опять же, платформа уже не актуальная. Сейчас я вам скажу, почему, как бы я решила все-таки избавиться от них, они, чтобы они лежали и ждали своего часа. И вот эти вот, натуральная кожа, тоже классная колодка, удобные, такие высокие, качественные, но тоже не актуально. Я подумала, блин, я стремлюсь, я прохожу марафон желаний, марафон финансов, я реально прокачиваю свою жизнь, свое сознание по поводу всего этого. И как раз-таки там и говорится о том, что не нужно цепляться за... То есть, ну, у меня цель одевать качественную брендовую обувь, понимаете? И у меня будут лежать вот эти вот тапки, дешевые, да? Ну, дешевые, как бы, ну, что, что они кожаные, но дешевые они все равно. И плюс уже старые коллекции какие-то, я же давно все это дело брала, а оно будет лежать и ждать своего часа. Зачем? Может быть, тогда, когда придет уже эта мода, я куплю себе там, я не знаю, те же Луи Виттон, вы понимаете, в тренде. Поэтому, может, кому-то это сейчас нужно. Я не знаю. С обувью я немного не знаю, что делать. То есть, у меня сейчас одна идея, только вот помойки поставить ее, если честно. Но, если кто-то есть в Ростове, я могу отдать все три обуви. Это размер 37,5-38, то есть, вот, да, на ногу. Если кому-то нужно, я отдам. Я, конечно, поспрашиваю сейчас у своих девочек, может быть, кому-то это нужно из моих, да. И, может быть, когда вы мне напишите, то уже я их все раздала или какие-то отдала, какие-то остались. Ну, в общем, пишите мне в Инстаграм. Здесь я оставлю Инстаграм. Пишите в Инстаграм. Я скажу, пока не буду к помойке вытаскивать, потому что, возможно, они кому-то нравятся, кто-то любит платформу, обувь целая, как бы. Но недолго. После выхода этого видео два дня. Два дня. Ладно, три дня. Три дня, и я к помойке выношу. Такая главная. Когда закончила видео, такая, думаю, гля, а что я сестре-то отдаю? Странно. И просто за дверью у меня стоит вот такой еще пакет. Это то, что я отдаю сестре. Я немножечко сверху покажу, да. То есть, это вот такой бомбер, который я одевала, может быть, один раз. Я думаю, он ей понравится. Он неплохой. Просто мне он просто вот почему-то не по душе. Я не знаю почему. Я думаю, что ей он понравится. Вот такая красная курточка тоже, может, вы видели. Тоже ее отдаю, потому что неактуальный нынче крой. Так скажем. Вот такие две куртки, которые я очень люблю и ни разу их не одевала. То же самое. Но на самом деле я никак не одевала, и все. Они мне очень нравились, они висели, все ждали своего часа. Но в итоге не дождались. Вот такая еще курточка. У меня просто еще одна бордо есть. То, что подходит мне больше, да. Здесь мне нравится высокий ворот. Но, в общем-то, она сказала, что это не мое. Не мое. Также мы избавляемся от лосин. С лосинами тоже очень сложно. С образами, в общем. Особенно вот с принтами всякими такими разными. То есть, ну, это такое, может быть, дома носить. Но я решила не носить это дома. Я решила это отдать. Также я сестре отдаю свою вот эту яркую куртку, которую я тоже немножко носила, на самом деле. Но просто чувствую не мое. Не мое. То есть, я уже такая взрослая, такая уже. У меня еще сестра, она такая, знаете, такая вот вся. Она на самокате ездит электрическом. Она любит одевать яркие вещи. То есть, такая, знаете, очень-очень молодежная. Хотя мы с ней примерно одного возраста. Поэтому я думаю, что ей это будет интересно, ярко. А если ей это не нужно, она найдет, кому отдать. Вот также я отдаю свой яркий костюм. Потому что у меня костюмов просто невероятное количество. Я не знаю. Мы даже костюмы, я ей так образно показала. Говорю, вот там 15 костюмов. Все. Вот. Ну и какие-то ремни, которые я уже носить не буду. Вот тоже, может быть, что-то она где-то подберет. В общем, вот такой пакет еще я отдаю сестре. Так, все. Больше пока я ничего не выкидывала. А, вообще я в шоке. Сумка. У меня нет сумок. Настя в шоке. Говорит, как нет? Я, говорит, просто коллекционирую, люблю эти сумки. А у меня, получается, один рюкзак, один уставший гессовский рюкзак, который тоже уже нужно выкинуть на самом деле. Жалко. Но он прям потерся. И что у меня? И одну сумочку, которую я купила в Love Republic беленькая. Она очень много к чему подошла. И как бы хорошо, пусть будет. Она говорит, у меня столько сумок под образы разные. Это же так важно. На самом деле я тоже увидела, что это очень важный акцент сумка. Пока что я не буду себе там супер-пупер дорогую какую-то брать. Просто достаточно кожаную, качественную. И чтобы она подходила под образы некоторые, да? Так вот, она мне говорит, у тебя что, вообще нет никаких сумок? Может быть, есть? Я вспоминаю, что давно-давно на свой день рождения я брала себе сумку и обувь. И эту сумку прям... Я ее носила, может, пару раз, да? Пару-тройку раз. И все, потом не носила. И всегда я ее ложила в дальний угол. Вот она кочует со мной из старой квартиры. Еще уже вот здесь вот, да? Вот молодец, что она мне сказала. Я говорю, есть сумка? Сейчас притащу. И, в общем, я полезла там на дальние ящики. Достаю эту сумку, она пожелтела. Девочки, она пожелтела какими-то пятнами. Я не пойму, она как-то уменьшилась даже. Настя говорит, ой, смотри, не, она уже пожелтела. Я поворачиваю взгляд и думаю, я в шоке. Я говорю, Настя, спасибо, что ты мне сказала ее достать. Зато она лежит там и просто плесневеет. Естественно, я ее выкинула. Какой-то пояс выкинула. В общем, правда, у меня сейчас немножечко перевернулось в голове сознание по поводу одежды. Мне стало, внеслось больше ясности. Теперь мне реально хочется отслеживать какие-то вот тенденции новые, да, и быть немножко тренди, но при этом сохранять вот стиль и классику, да, чтобы не нужно было много менять. То есть, да, хорошо какой-то делать модный акцент. Если он в следующем году уже пройдет, то не жалко просто там убрать из гардероба какую-то одну-две вещи, да. Но база, она останется, которая всегда будет актуальна в любое время года, в любой год, в любой тренд. Вы меня поняли, да? Еще оказывается, что вообще, вот если бы я знала девочки, на самом деле, даже не будучи блогером и не имея возможности сотрудничать с такими людьми, как Настя, да, если бы я знала, что на самом деле можно было бы себе взять стилиста, да, взять его услуги и вот так сделать свой разбор гардероба, я бы давно это уже сделала. Честно говоря, у меня почему-то в голове не укладывается... Во-первых, мне казалось, что это очень дорого, сразу скажу. То есть, мне казалось, что стилист, фэшн-стилист, это звучит очень-очень круто, и мне казалось, что это очень-очень дорого. На самом деле, девочки, это точно так же, как и со всеми другими услугами. Я не знаю, кому я рассказываю, вы, наверное, все это знаете, это только я одна такая балбесина была. В общем, я безумно рада нашему знакомству с Настей. Еще раз ей большое спасибо за гардероб, переборку моего гардероба. Она продолжает быть со мной на связи, помогает мне все-таки сделать правильные покупки. Вот сегодня как раз-таки я собираюсь пойти, я уже ей поскидывала, что-что-что-что, она мне сказала, вот это да, вот это нет, вот это лучше не брать, а вот это вот точно бери. Вот, и сегодня я пойду уже в магазин смотреть, что да как я могу взять. Также я очень рада, что у Насти есть свой YouTube-канал. На YouTube-канале она начинающий блогер, но мне кажется, она очень много полезного может привнести вам, и ей есть с чем поделиться. У нее подвешенный язык, у нее прекрасная внешность, у нее отличное чувство стиля, чувство вкуса. И я думаю, что нам нужно, нам нужно плотненько заняться ее каналом, чтобы было много полезной информации. Поэтому ссылку на ее канал я оставлю под видео. Обязательно заходите, подписывайтесь, спрашивайте, предлагайте идеи, чтобы ей снять. А мы будем работать над качеством контента и над качеством картинки. Все, мои хорошие, будьте красивыми, преображайтесь, не бойтесь. Но я с вами прощаюсь, до следующего видео и пока-пока! Пока-пока!